Спойлер Спойлер Спойлер, конца видео Дорогие друзья, всем привет и добро пожаловать на канал Коротко, а не коротком. С вами Кин и рубрика «Сходил я, значит, на». Как я думаю, вы уже догадались, в ней я высказываю свое мнение о фильме, на который я сходил. А сходил я, значит, на страшные истории для рассказа в темноте. Буги-буги-буги-буги-буги. Не страшно? А если так? Буга-буга-буга-буга. Сюжет перенесет нас в 1968 год, в городок под названием... К сожалению, не помню, как он там называется. Где группа детишек в заброшенном особняке находит книгу, принадлежавшую одной своеобразной девушке. Которая, по слухам, была ведьмой, убила кучу людей и продолжала убивать, рассказывая им страшилки по ночам. Книгу эту детишки коммуниздят и обнаруживают, что истории в ней начинают писаться сами. А самое страшное, что они избываются. Здесь притормозим, чтобы не наступить случайно в... Спойлер! И поговорим о самом фильме, который лично, по моему мнению, немного переоценен. По сути, мы снова имеем историю про Чудо-юдо с негативным прошлым, которое имеет персонажей фильма в их настоящем. За примерами далеко ходить не надо. Можно вспомнить хотя бы недавние и Гаснет свет, и Проклятие плачущей. Нет, я не говорю, что эти фильмы или страшные истории плохие. Но, как по мне, они по большей части одноразовые. И не столько страшные, сколько более-менее интересные. Ну, а если быть точнее, то интересно, из-за чего в фильме происходит весь сербор. Вот и тут также. У нас есть злой дух. И нам по большей части интересно, почему он стал злым и чем всё закончится. И, кстати, концовка по большей части порадовала своей необычностью. Персонажи в фильме также довольно живые и приятные. Но приятнее всех неприятный хулиган. Сейчас объясню. Просто меня немного поражает, что находятся дети или подростки актёры с настолько отрицательной харизмой, что реально хочется плюнуть в экран, когда ты их видишь. Но в то же время ты умудряешься им сопереживать. Да-да-да, страшные истории. Я знаю, у кого бы практически один в один слезали идею и подачу хулигана. Также довольно удивительно то, что в какой бы мразь он не играл на экране, в жизни, по крайней мере, на фото он выглядит как полная лапушка. Я бы, скорее всего, и не делал мнение о фильме, если бы не одно но. То, что в корне его отличает от других вышеперечисленных. И это, мать их, нереально крутые монстры. Монстры. Ну и в целом хоррор-составляющая фильма. Например, в том же «И гаснет свет» был, по сути своей, один выстроенный скример. В темноте – тварь, темнота – плохо. В «Проклятие плачущей» призрак охотится за детьми. А значит, и страхолюдина творится вокруг них. Но с одним и тем же призраком. Здесь же... Ооо, здесь же... Здесь же охота за выбранной жертвой – это отдельный вид искусства. Каждый раз это новый монстр. И атакует он по-своему. То есть ты вообще не знаешь, чего от него можно ожидать. Обстоятельства и место атаки также разные. И всё это выглядит настолько нереально жутко, страшно, капец как напрягающе, что даже мне, как маленькому, хотелось закрыть глаза. Лично меня в фильме вогнали в абсолютную жуть две истории. Первая сыграла на моей личной фобии. А вторая была просто круто-страшно снята. Снята. Скажу без спойлеров. Первый случай связан с пауками, а второй – с красной комнатой. Кто смотрел или посмотрит, тот поймёт, о чём я. В целом, пока книга молчит, то тон фильма сильно походит на очень странные дела. Лёгкий, интригующий, загадочный тон. Скажем так. Но как только начинала писаться история, менялся и тон. Появлялся монстр, и моё лицо менялось вот с такого... На вот такое. Да это и неудивительно, так как к фильму приложил руки сам Гильермо дель Торо. И если вы сейчас такие, «Кто это? Где-то я слышал это имя. Чё-то знакомое». Я напомню, что из-под руки этого мексиканского дяди вышли такие фильмы, как «Хеллбой», «Форма воды», «Лабиринт фавна» и другие. Думаю, вы понимаете, о чём я. Уж кто-кто, а он точно знает, что нужно делать с чудовищами. Ну а я точно знаю русский аналог дель Торо. Мой хороший знакомый уже не один год занимается созданием грима и прочих плюшек. Мой друг, например, заказал у него маску Канеки из токийского гуля. Ну а я же хочу заказать себе ближе к следующему косплей-фестивалю грим-оборотня по сериалу «Волчонок». Ждите обзор на данный сериал. Там ещё и конкурс будет. Уууу. Ну а если вы хотите себе, например, отрезанное лицо Джокера, или необычный бюст, или, например, ещё что-то, то в описании вас будет ждать ссылка. А теперь подойдите поближе. Ещё поближе. Если до конца августа вы сделаете заказ, использовав кодовую фразу, то вас будет ждать скидочка в 10%. Только никому. Тссс. Только для вас. Ну а я, пожалуй, продолжу. И если с чем-то и сравнивать этот фильм, то я бы сравнил его с песней «Evan Size» «Bring me to life» «My English is хорошо». Потому что пока на экране ничего не происходит, можно сказать, что звучит медленная, спокойная часть песни. Но как только начинается история, начинается и полный... Ну что ж, дорогие друзья, вот мы и подошли к зоне спойлеров. И всем, кто не хочет знать, откуда могут лезть пауки, я говорю пока. Что ж, спасибо. Мы, пожалуй, пойдём. Но перед уходом всем большое спасибо за просмотр. И если вам понравилось данное видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк. А в описании вы найдёте ссылки для вашей поддержки развития канала, а также ссылки на мою группу ВК, Инстаграм и канал Твич, где мы вместе смотрим новинки сериалов, полюбившуюся классику или то, что предложите вы. Ну что ж, а теперь добро пожаловать в зону спойлеров. Некоторые считают, если повторять одну и ту же историю снова и снова, она оживёт. Как я и сказал в начале, группа детишек, а именно Стелла, Рамон, Огги и Чак, сначала сталкиваются с хулиганами под предводительством Томми, затем вламываются в старый заброшенный дом, в котором, по слухам, когда-то в заперти держали девушку, ведьму с отклонениями во внешности и причастную к убийству людей. Такой вполне стандартный набор. По ночам к ней приходили дети и через стену слушали от неё страшилки, потом исчезали. Так вот в этом доме, в её комнате, главная героиня Стелла находит книгу и, само собой, в шутку просит Деланию рассказать ей историю. По фильму это что-то вроде сказать «Три раза кровавая Мэри перед зеркалом». Стелла тибрит книгу и детишки уходят домой. Но так как хулиганы разбили машину Рамона, то тот идёт ночевать к Стелле, где узнаёт, что она начинающий писатель. Дома Стелла замечает, что книга начинает писать историю с хулиганом Томми в главной роли. И мы переносимся к нему в дом, где тот пьяный по велению матери пошёл через поле относить ночью яйца знакомым. Ммм, да, где-то в сторонке улыбнулась семейка Адамс. В поле на Томми нападает пугало и протыкает его вилами. Но вместо крови Томми начинает кашлять соломой. На утро же его уже никто не может найти. Забегу немного вперёд, Томми превратился в чучело. А процесс этот был показан уж очень... Стрёмненько. Далее на следующую ночь книга нападает на Огги. За ним приходит ведьма с отрубленным пальцем. И утаскивает его в никуда. Дети в панике пытаются всё понять, даже пытаются сжечь книгу. Но наступает новая ночь. Ночь новой истории. И её жертвой становится Руф, сестра Чака. И из укуса на её щеке... Подождите немного. Выползает Рой Пауков. Какая гадость. Вот примерно с такой реакцией я сидел в кинотеатре. Но Руф успевает спасти. Хотя щека в хлам, а её ложат в дурдом. В попытке разузнать про... Дети врываются в больницу. Где узнают, что... Просто болела. Не помню, как точно называется. Скажем так, полным альбинизмом. То есть у нее была белая кожа, белые волосы и белые глаза. Также дети узнают, что Сара не убивала тех людей. Это сделала ее семья, владеющая бумажной фабрикой и отравляющая воду. Сара даже пыталась обо всем рассказать людям, но ее заперли в доме. И вновь написана новая история. И приходит очередь Чака. Не, я думаю, если бы призрак пришел к этому Чаку, то Чак бы смог вернуть его к жизни. Приходит очередь вот этого Чака. А точнее за ним приходит в красном освещении комнаты. Вот это вот тварь. И самое страшное, что она не бежит, не говорит, а просто идет. Улыбается, расправив руки для объятий. И окружает со всех сторон. После чего, догнав Чака, она буквально всасывает его. Рамона и Стеллу задерживают за проникновение в больницу. В участке мы узнаем, что Рамон косит от службы. И его со Стеллой за проникновение садят в местный обезьянник. Но ненадолго. Так как ночь, история, Рамон. А именно за ним приходит лего-человек, способный собираться и разбираться. И да, в фильме его зовут Гремящий Человек. Рамону со Стеллой удается сбежать. И они отправляются в тот самый дом. Но вот еще одна история, и Стелла перемещается в прошлое. Где пересекается с Зарой. И обещает, что если она прекратит смертоубийство, то Стелла напишет правдивый рассказ о ней и ее говеной семье. И так оно и происходит. Зара. Успокаивается и отпускает Стеллу и Рамона. Потому что всем нам в той или иной степени нужна правда. В конце Рамон отправляется на службу. А Стелла написала рассказ. И вместе с отцом и Руф, которую, как я понимаю, они забрали из дурки, уезжают вдаль, как говорит Стелла, искать пропавших друзей. И на самом деле меня в концовке поразило то, что друзья не ожили, но и скорее всего не мертвы. И Стелла, как я понимаю, об этом что-то знает. Может быть задел на вторую часть? Да, фильм написан по трилогии, которую я не читал. Но могу предположить, что возможно, Стелла, если и будет вторая часть, отправится в мир истории. Где встретит новых крутых монстров. А быть может ее друзья сами стали этими монстрами в том мире. А может и нет, я не знаю. Ну вот и все, дорогие друзья. Всем еще раз большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все, что есть в описании. Обязательно заказывайте ништяки от русского Дальтора. Ну а я же, как обычно, пожелаю вам только интересных сюжетов. И помните, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok